Израильский радио Из Бейршевы в Иерусалим В воскресенье Рано утром Полон учеников Ешив Которые после выходных возвращаются снова на учебу Ешива там Молодежь Израильская молодежь Ортодоксальных семей Они проводят большую часть своей жизни В учебе И всем остальным Не занимаются Сейчас они кстати уже Понемножку начинают служить в армии Ну тогда это все Было не совсем так Так вот На предпоследной остановке В автобус поднимается девушка В нескромной одежде Находит свободное место И садится на него рядом С одним из учеников Ешив Этот парень Не растерялся Открыл свой пакет Достает оттуда яблоко И угощает ее яблоком Она спрашивает Почему? С какой стати? Он объясняет Дело в том, что Ева Только после того, как съела яблоко Поняла, что нужно одеваться Вот такая история У нее есть продолжение Через несколько недель Тот же самый автобус На той же самой остановке Поднялась девушка На этот раз В скромной одежде Поискала глазами этого Студента Нашла Подошла к нему Из своей сумочки достала яблоко И угостила студента Он растерялся Спрашивает Почему? С какой стати? Она говорит Адам Только после того, как съел яблоко Понял, что надо работать Для того, чтобы существовать Вот такая история Сегодня мы поговорим О молитве перед едой Насколько я знаю Может быть я ошибаюсь Христиане молятся перед едой С закрытыми глазами И благословляют пищу И мне кажется, что это действие Основано на вот этом стихе Матфея 14 глава 19 стих Здесь Ешуа насыщает 5 тысяч человек Ему принесли 5 хлебов И 2 рыбки И он сказал Принесите их Мне сюда И велел народу возлечь на траву И взяв 5 хлебов И 2 рыбы Воззрел на небо Благословил И преломив Дал хлебы ученикам А ученики Народу Вот отсюда у нас есть Хлебопреломление И благословение Пищи Так Да, вы знаете, что евреи молятся с открытыми глазами А христиане с закрытыми Наверное, именно поэтому христиане перед едой Держатся за руки Когда, ну, представьте себе Законы домостроя Большая семья Все молятся с закрытыми глазами А миска впереди стоит одна Как отец семейства проконтролирует всех остальных детей Для того, чтобы никто туда Раньше других Раньше папы Отца семейства Не запустил ложку Вот, наверное, поэтому они держатся за руки Ну, это я так думаю Подозреваю У евреев просто они молятся с открытыми глазами И давайте посмотрим вот что Евреи молятся в основном после еды Перед едой Это очень короткое благословение К нему придем попозже Но в основном молитва это после еды Написано в Трозаконии 6 В молитве Шма Исраэль Написано так Когда будешь есть и насыщаться Тогда не забудь Что все это дал тебе Господь Бог твой Так вот Смысл такой Если ты насытился То ты обязан поблагодарить Бога Если ты не насытился Свободен Теперь, кстати Вопрос Когда ты насытился Когда ты не насытился Это там тоже решается Объем съеденной пищи То есть основная молитва благодарения Она идет после еды После того, как получил Теперь молитва перед едой О молитве перед едой Мы учим Бытие 1 глава Прочитаем 11-12 стих Бытие 1-11-12 И сказал Бог Да произрастит земля зелень Траву, сеющую семя Дерево плодовитое Приносящее породу своему плод В котором семя его на земле И стало так И произвела земля зелень Траву, сеющую семя Породу ее И дерево, приносящее плод В котором семя его породу его И увидел Бог, что это хорошо И был вечер И было утро День третий В этом месте Вот что интересно Интересно Не то, что здесь написано Интересно то, что здесь не написано Дома сами проверьте Но Бог не благословляет растения У растений нет благословения На то, чтобы Плодиться и размножаться Бог сказал слово Земля произвела А благословения нет У человека есть благословение У зверей есть благословение У растений нет благословения Как растения получают благословение Да, от Господа Но если растение дает человеку Свои плоды Для еды Человек ест Насыщается И благословляет не пищу Он благословляет Господа Чтобы Господь благословил растения Еврейская молитва перед едой За хлеб Звучит так Благословен ты, Господь Царь Вселенной Который дает произрастать Хлебу из земли Мы благословляем его вверху Он посылает это благословение На поле И вот этот вот круг Когда работает Это является причиной того Что растения получают благословение Получают свою жизнь То есть в этом круге Вы видите Человек является одним из Шестеренок Которая задействована Причем человек Который Благословляет Бога За то, что он вкушает Давайте обратим внимание Бытие Вторая глава То есть Все уже сотворено Прошла суббота Второй стих Бытие Вторая глава Второй стих И совершил Бог Седьмому дню дела Свои которые он делал И почил в день седьмой От всех дел своих Которые делал И благословил Бог Седьмой день И осветил его Ибо вон и почил От всех дел своих Которые Бог творил И созидал А теперь обратите внимание Вот происхождение неба И земли И при сотворение их В то время И всякий полевой кустарник Которого еще не было На земле И всякую полевую траву Которая еще не росла Бог их уже сотворил На четвертый день Но она еще Не росла Ибо Господь Бог Не посылал дождя на землю И не было человека Для возделывания земли Видите Из-за того Что не было человека Для возделывания земли Трава и кустарник Они не растут Теперь Для чего нужен человек Для того Чтобы там Вспахать это поле Культивировать Засеять Человек нужен Для того Чтобы молиться Благословить Бога За эту пищу И чтобы вот этот Вот процесс Начал вращаться И вот этот процесс Благословения Бога Он прошел по всей земле Вот для этого Было приказано Человеку Наполнять Землю Наполнять Задействовать Вот этот вот цикл Человек Благодарит Бога Бог посылает дождь Произрастает Хлеб Хлеб обрабатывается Человек съедает И перед едой Благословляет Бога Вот такой цикл Благословения вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!